Более 155 миллионов рублей в 2016 году будет направлено на льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Это общая сумма средств, выделенная из федерального и окружного бюджетов. О том, кто в Неницком округе имеет право на получение этих льгот и какие изменения произошли в федеральном законодательстве в новом году, смотрите в следующем сюжете. С 1 января 2016 года в федеральном законодательстве произошли изменения на получение соцподдержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Жилищный кодекс одобрил право субъектов оплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме пенсионерам старше 70 лет. Компенсация предоставляется одинокопроживающим и неработающим людям. Граждане старше 80 лет и вовсе освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт. Новая льгота предоставляется только собственникам жилых помещений и при отсутствии задолженностей. Тут следует понимать следующее, что граждан, к сожалению, освободить на данный момент не представляется возможным, потому что у нас есть требования бюджетного кодекса. Им будет предоставляться эта компенсация в виде компенсации, то есть они будут платить в полном объеме этот платеж, им просто будет предоставляться стопроцентная скидка. Документы на получение льготы можно сдать в многофункциональные центры города или напрямую в отделение социальной защиты населения. Пакет документов включает паспорт, справку о составе семьи, документы на жилье и трудовую книжку. Соответствующую компенсацию граждане получат за весь период с января 2016 года, когда вступили в действие новые правила. Кроме этого, сохраняются прежние льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. В Ненецком округе на них имеют право 16 категорий граждан. Среди них ветераны труда, участники боевых действий, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные и приемные семьи. Общее количество получателей социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – более 7600 человек. Самая многочисленная группа получателей – ветераны. В Ненецком округе их больше 4500 человек. Второе место занимает группа многодетные семьи – 430 человек. Третье – участники боевых действий – 123 человека. Завершают пятерку труженьки тыла и реабилитированные граждане. Среди получателей федеральных субсидий – самая многочисленная группа инвалиды – более 2000 человек. Ветераны – более 140 получателей. Граждане, связанные с ликвидацией аварии на Чернобыльской атомной станции – 10 человек. На реализацию социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 2016 году предусмотрено более 155 миллионов рублей. Расходы из федерального и регионального бюджетов пропорциональны. Если посмотреть в динамике, то в принципе все на уровне. Что в 2014 году, что в 2015, в 2016 году и категории. В принципе у нас количество получателей сохраняется, но финансирование немножко в связи с подорожанием услуг, оно увеличивается. Если в 2014 году оно составляло где-то порядка 120, 126 миллионов, в 2015 году 130, то на 2016 год у нас уже запланировано 155 миллионов. Для каждой категории льготников предусмотрены отдельные условия по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Льготы реализуются как в виде субсидий, так и компенсаций. А льготные категории граждан они получают вне зависимости от доходов. Поэтому как только льготной категории какой-то человек попадает, он приходит и оформляет эту компенсацию. Это оформляется в виде компенсации, когда гражданин самостоятельно оплачивает, только в том случае ему возмещается. По всем вопросам относительно получения социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг обращаться в отделение социальной защиты Ненецкого округа.